мы с вами начнем вторую тему нашу называется она определение признаки культа вот эта тема она конечно более сухая более серьезно как любые темы которые связаны с определением но тем не менее необходимо чтобы мы через нее пробрались для того чтобы у вас голове сложилась некая картина того с чем мы с вами имеем дело значит давайте мы с вами для начала разберемся с некоторыми основными понятиями о которых идет речь значит прежде всего важно иметь ввиду следующее на протяжении многих столетий люди использовали для обозначения вот этой проблемы культов или сект самые разные слова и к сожалению получилось так что эти слова они зачастую связаны со всякими эмоциональными нехорошими переживаниями допустим когда вы говорите человеку секта человек сразу воспринимает это как нечто страшное да там детей в подвалах голодом морят и люди ходят в каких-то странных черных балахунах на самом деле изначально все эти слова по большей части были безобидными вот в наше время приобрели такое нехорошее значение и мы попробуем с вами в этой путанице немножко разобраться значит сначала давайте с вами попробуем поговорить немножко о слове которое называется ересь мы с вами уже о ней об этом слове говорили вот и мы с вами договорились о том что слово ересь по-гречески хайресис она обозначает выбор или акт выбора и соответственно если изначально это слово было совершенно нейтральным то для христиан то слово само по себе представляет представляет нечто гибель на и потому что любая альтернатива учению христе христианскому она автоматически означает гибель для человека до есть вот давайте мы с вами попробуем разобраться этим понятием и для начала запишем такое определение ересь это сознательный отказ принимать бога откровенную истину исследование ошибочному учению сознательный отказ принимать бога откровенную истину исследование ошибочному учению когда мы говорим о ересе мы говорим о неком новом учении которое появилось в рамках церкви на которое противоречит традиционному учению церкви для того чтобы правильно понять что такое ересь очень важно понимать что такое ортодоксия на то есть правильно здоровое христианское учение без понимания ортодоксии понятия ереси не имеет значения в принципе да то есть как можно определить что такое ложь если мы не понимаем что такое право к сожалению у многих современных церквей есть одна серьезная хиллесова пита у многих церквей нет своего исповедания веры нет какого-то серьезного изложения веры которое было бы неким стандартом богословским того что мы делаем и поэтому очень часто что правильно что неправильно решает каждый человек для себя или пастор для своей общины бывает так что приезжаешь в две разные церкви одной и той же конфессии одной и той же динаминации слышишь абсолютно разные вещи люди читают абсолютно разные книжки и говорят иногда те вещи которые абсолютно не укладываются в голове хуже того бывает что мы приезжаем с лекциями в какую-то церковь или в какой-то город и оказывается что там на месте люди читают те книжки которые мы считаем как раз еретическими да то есть не считают и не видят в этом читают и не видят в этом никаких проблем когда Я начинаю об этом рассказывать, они говорят, что мы уже сколько лет это читаем и никакой беды в этом не видим. Такая вот неприятная ситуация. Для того, чтобы нам с вами разобраться в этой ситуации, попробуем нарисовать такую вот картинку. Мы попробуем с вами разделить все вероучения, которые существуют, как бы на три зоны или на три круга. У нас получается такая вот с вами картинка. Что представляют собой эти три круга? В самом узком, самом маленьком кругу находится то вероучение, которому мы с вами принадлежим, которое мы с вами исповедуем. Естественно, мы считаем его самым правильным. Было бы глупо не считать правильным то учение, которое мы исповедуем. Тем не менее, вокруг нас есть некое количество церквей, движений, учений, с которым мы не во всем согласны, но которые мы считаем тоже христианским. То есть христианские конфессии, которые мы по тем или иным причинам считаем, что не во всем согласуются с Писанием. У нас появляется второй круг, более широкий. И наконец, у нас с вами есть третий круг, который составляет абсолютно точные ереси. То есть те движения, которые совершенно точно выпадают за рамки христианской ортодоксии, за рамки христианского вероучения. Мы с вами совершенно точно знаем, что представляет собой откровенная ересь. Допустим, если человек отрицает, что Христос Бог, это явно ересь. С другой стороны, мы знаем с вами, что представляет собой совершенно христианская церковь. Церковь, которая считает, что Библия и Слово Божие, что Христос Бог, что Троица есть, что спасение в благодати. То есть есть какие-то моменты, которые однозначно говорят, что вот эта церковь является христианской. Пускай даже мы с ней не во всем согласны, но она явно христианская. Однако есть одна любопытная сложность. Дело в том, что вот эта вот граница, которая точно отделяет ереси от христианских церквей, она на самом деле четко никак нигде не обозначена. И поэтому по большому счету каждая церковь, а иногда и каждый отдельный человек, он сам для себя решает, где точно кончается граница христианства. То есть где заканчиваются пределы нашего терпения, где мы начинаем говорить, что вот здесь христианство закончилось, а ереси уже начались. И поэтому есть какая-то группа движений и организаций, которые находятся в такой пограничной зоне, которые как бы уже и не совсем христианские церкви, потому что явно противоречат Писанию в каких-то, пускай даже второстепенных вопросах. И в то же самое время поставить их в один ряд со свидетелями Иеговы или мормонами тоже нельзя, потому что вроде как и о Христе говорят, и спасение проповедуют, и Библию читают. И получается такая вот пограничная зона, которую мы обычно называем группами с доктринальными отклонениями, или склонениями в учении. Группы с отклонениями в учении. У нас получаются такие вот три группы людей. Почему вот эти вот два внутренних круга очень важны? Дело в том, что понятие ереси можно определять двумя разными способами. Можно понять, как и понятие ортодоксии. Можно понимать ортодоксию в узком смысле. То есть ересь является любое учение, которое расходится с определением вероучения той церкви, к которой я принадлежу. Да, допустим, у моей церкви есть определение вероучения, и любое вероучение, расходящееся с нашим, является ересью. В этом отношении, допустим, учение о крещении детей является ересью для тех, кто в это не верит. Учение о говорении на языках с крещением Духом Святым является ересью для тех, кто в это не верит. Да, учение о, я не знаю, ну вы понимаете, о чем я говорю. То есть есть учения, которые попадают в сферу отношений между христианскими церквями, в которые, тем не менее, мы не верим. И вот, соответственно, с точки зрения нашего узкого исповедания веры, такие моменты, когда мы не согласны с другими христианскими церквями, можно назвать ересью. Если мы говорим об ортодоксии в широком смысле, тогда мы говорим, что есть некие основополагающие утверждения веры. Допустим, Никео Цереградский символ веры, или апостольский символ веры, или афанасьевский символ веры, которые просто ограничивают более-менее грубо ту границу, за которой христианство существовать уже не может. И мы говорим, что вот в этих границах все люди, независимо от их разногласия между собой, являются христианами. То, что выходит за пределы этой границы, христианством уже быть не может. Понимаете, что я имею в виду, да? Либо мы говорим об ортодоксии в узком смысле, то есть, грубо говоря, ересь это все, кто не согласен со мной, или с церковью, к которой я принадлежу. Либо мы говорим о том, что существует некое пространство, которое называется христианством или историческим христианством, в котором есть много разных конфессий и динаминаций, которые между собой могут не соглашаться в каких-то моментах учений, но которые в принципиальных моментах между собой всегда согласны. То есть, есть какие-то моменты, в которые христиане всегда повсюду верили, исповедовали их одинаково. И тогда мы считаем границы между истиной и ложью вот эти вот моменты, которые завиксированы во вселенских куменических символах веры. Тем не менее, для того, чтобы вообще говорить о ересе, конечно, нужно понимать, во что мы с вами верим и что представляет собой истина, в которой мы живем. Был у меня один случай такой, когда на одной конференции христианской, посвященной христианской журналистике, я познакомился с одним человеком молодым, который должен был учиться потом в Санкт-Петербургском христианском университете и, соответственно, через несколько лет должен был слушать наш курс по апологетике. И мы с ним разговаривались на разные темы. Он сказал, что он очень хотел бы заниматься апологетикой, очень хотел бы защищать христианскую веру. И я совершенно без задней мысли задал ему несколько вопросов, в том числе, я говорю, в какую церковь ты ходишь? Он говорит, ну, я там то сюда хожу, то туда хожу, там вот, то в одной побои, то в другой. И у меня возник совершенно закономерный вопрос, а что ты тогда собираешься защищать? То есть, если у тебя совершенно все равно, во что ты веришь, если ты постоянно мигрируешь между разными церквями, и у тебя нигде нет дома, то что ты собираешься защищать? У меня в Питере есть два друга. Один друг, они оба оказались в похожей ситуации. Нужна была квартира, нужно было жилье. Один человек только что переехал в Петербург, другой человек только что женился. Тот, который недавно переехал, он снял себе квартиру где-то там на окраине Петербурга. А тот, который только что женился, купил себе полдома под Петербургом, достаточно далеко, чтобы это было не очень дорого, но вот приобрел свою такую квартиру. Значит, тот, который купил себе вот эти полдома, приехав туда, увидел, что эти полдома находятся в совершенно жутком состоянии. То есть, там никто давно не жил, там давно все отсырело, стены покрыты плесенью, пол прогнил, между стенами и перекрытиями крысы бегают, да, там в туалете пол просто проваливается. Что сделал мой друг? Он в течение полугода, просто каждый день ездил туда, выводил плесень, выгонял крыс, гонял с участка цыган, перестилал полы и делал все что угодно, вложив туда немеренное количество времени и сил. Почему? Потому что это его дом и другого у него быть не может, ему там жить предстоит. Это его место, там где будут расти его дети, там где будет жить его жена. Другой мой друг, который снял себе квартиру, он, приехав на это новое место, вдруг увидел, что там обои немножко обшарпаны, да, то есть надо бы что-нибудь другое сделать. И он попросил кого-то из своих знакомых, чтобы ему переклеили обои. Ну, а поскольку тот человек оказался не совсем знаком с технологией этого дела, то спустя небольшое время обои стали отвисать такими большими ушами сверху. И вот мой друг жил на той квартире два года, и все эти два года обои висели такими большими ушами в коридоре на самом видном месте. В чем разница? Потому что съемная квартира домом для него не была, да, и он не хотел туда вкладывать по большому счету большие деньги, потому что он все равно оттуда бы съехал рано или поздно. Абсолютно такая же разница есть и в нашей жизни, да. Если мы с вами, если у нас с вами нет дома, если мы с вами искренне не верим во что-то одно, если мы не знаем, в чем состоит истина, соответственно, мы с вами не можем физически, у нас не получается бороться с тем, что является ее искажением, потому что границы между этими понятиями мы не видим. Вот только тогда, когда мы на самом деле видим какое-то учение своим домом, когда мы искренне его понимаем, когда мы живем, дышим и считаем, что оно на самом деле является выражением истинной писания, вот тогда мы защищаем его на самом деле полностью искренне и откровенно. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Еще один термин, который используется сегодня очень часто, это слово, которое называется «секта». В классической латыни слово «секта» обозначало образ мышления, образ жизни, а также в более конкретном смысле политическую партию, которой человек поклялся в верности, или философскую школу, учение которой он принял. Никаких уничижительных коннотаций, то есть ничего плохого, ничего унизительного в этом слове изначально не было. Когда люди говорят сегодня о том, что означает слово «секта», они обычно приводят две теории или два объяснения. Согласно одному объяснению, это слово происходит от латинского глагола «секаре», что обозначает «отделять» или «отрезать». И в этом смысле секта понимается как некая маленькая группа, отделившаяся от более крупной. А вот существовала в нашей стране какая-то большая церковь, от нее отделилась небольшая часть, мы это называем сектой. Согласно другому объяснению, слово «секта» происходит от глагола «секуи», который обозначает «следовать за кем-то». И в этом понимании слово «секта» обозначает некую группу людей, которые следуют за каким-то харизматическим лидером и его необычным толкованием писания. Некий харизматический лидер и его необычное толкование писания. Вот в этом отношении, в этих двух смыслах слово «секта» обычно толкуется. В наше время в России слово «секта» приобрело совершенно негативное значение. И поэтому каждый раз, когда мы называем кого-то сектой, у людей автоматически возникает желание пойти в суд и разбираться. И в общем, к тому есть определенные предпосылки, потому что всегда это слово в последнее время использовалось именно как ругательство. На самом деле слово «секта» изначально не имеет, как мы уже с вами видим, негативного смысла. Более того, было время, когда евангельские верующие здесь, в нашей стране, в России, называли себя сектой для того, чтобы отделить себя от православной церкви. То есть есть церковь официальная, государственная, которая проповедует определенные вещи. И есть мы, то есть секта, люди, которые от нее отделены. Мы с ней не имеем ничего общего. К сожалению, время изменилось. Сегодня слово «секта» имеет именно негативное значение. Поэтому сегодня, когда мы говорим о различных новых религиозных движениях, мы не используем слово «секта». Оно вызывает слишком много негативных, нехороших эмоций, которые просто мешают в работе. Мы предпочитаем другое слово, которое называется «культ». Слово «культ» происходит от латинского слова «культус» и обозначает некую религиозную группу людей, группу людей, которая чему-то поклоняется. Латинское слово «культус» само по себе обозначает поклонение. Однако важно иметь в виду, что само по себе слово «культ» или какое-то поклонение, оно слишком широко, оно имеет слишком широкое значение. И поэтому всякий раз, когда мы с вами используем его или читаем его, очень важно, чтобы мы объясняли или четко понимали смысл, в котором оно используется. Вот, в частности, один достаточно известный специалист по изучению современных религиозных движений, Алан Гомес, говорит об этом следующее. «Учитывая тот факт, что в настоящее время не существует общепринятого определения культа, наилучшим решением будет всякий раз, когда кто-то говорит о культах, задавать один простой вопрос. Что именно вы имеете в виду под культом? Возможно, вы не согласитесь с тем смыслом, который ваш собеседник вкладывает в этот термин, но, по крайней мере, вы будете знать, какова его отправная точка. Кроме того, вам следует задавать этот вопрос себе, прежде чем назвать какую-либо группу культов. Возможно, не такая уж плохая идея всякий раз начинать с объяснения того, что именно вы имеете в виду под словом «культ», чтобы избежать любого возможного непонимания. Лучше подстраховаться, иначе вы будете рассуждать о культах, а ваши слушатели будут понимать вас совершенно неверным образом». Беда в том, что практически каждый исследователь, который пишет об этой проблеме, он дает свое собственное определение этому слову. И поэтому всегда очень важно, чтобы вы, говоря о ком-то, как о культе, давали свое определение, объясняли, что именно вы имеете в виду. Человек, который попадает, допустим, на наш веб-сайт, на наш сайт в интернете, когда он читает там слово «культ», он может найти страницу, у нас есть специальный раздел на нашем сайте, где объясняется, что мы вкладываем в это понятие, что является содержанием этого слова, какие признаки культа мы там находим, о каких признаках мы говорим. И поэтому слово обретает совершенно четкое значение. Еще одно понятие, которое очень важно для нашего изучения, это понятие «новое религиозное движение». Это понятие изобрели во второй половине XX века ученые, которые пытались уйти от неприятных терминов «культ» или «секта». Они предложили слово «новое религиозное движение», термин «новое религиозное движение» как некий нейтральный термин, который позволял бы говорить об этой проблеме «никого не обижая». Что означает «новое религиозное движение»? Мы выбираем некий момент времени, обычно связанный с какими-то большими подвижками в религиозной жизни, и говорим о том, что все группы, которые появились до этого момента, являются традиционными религиозными движениями, А все, что появилось после этого момента, является новым религиозным движением. Что это значит? Это значит, что те группы, которые появились после этого события, они еще слишком молоды, слишком недавно появились, чтобы мы могли с уверенностью говорить о том, что они безопасны. И поэтому к этим группам мы относимся с определенной долей настороженности. Мы не совсем еще уверены, что с ними все хорошо. И поэтому наша политика по отношению к этим группам, она такая более настороженная, более осторожная. А вот те традиционные группы, которые существуют, к ним мы относимся гораздо спокойнее, потому что они существуют уже очень давно и уже у них сложилась определенная репутация, на которую мы можем полагаться и которой мы можем пользоваться. В частности, на этом принципе построен существующий в нашей стране закон о свободе совести и религиозных объединениях. В нашей стране все религиозные организации, группы движения, они делятся как бы на две большие части. Те, которые появились больше, чем 15 лет назад, и те, которые появились меньше, чем 15 лет назад. Термин новое религиозное движение и традиционное религиозное движение не используются, но по сути дела принцип остается тем же самым. Да, то есть те группы, которые появились меньше 15 лет назад, мы относимся к ним с определенной долей настороженности и требуем от них особенно отчетности. А те группы, которые появились больше 15 лет назад, мы относимся к ним более-менее спокойно, зная, что за ними не читается никаких неприятных проявлений. Что они в прошлом зарекомендовали себя более-менее хорошо. Что они в прошлом зарекомендовали себя более-менее. Субтитры создавал DimaTorzok